Трасса «Казачий дозор» в Горках вновь собрала любителей мотокросса и пидбайка. Заезды посвящены памяти тренера Владимира Золотарева. Это был удивительный человек. Он всегда улыбался, приятно общался, но знал свое дело, знал свою тренерскую работу и работал с детьми, с молодежью на высоком уровне. На таком высоком уровне, что доросся до тренера сборной Советского Союза. В этот раз покорить трассу приехали почти 100 мотогонщиков не только из Подмосковья, но и разных регионов России. Многие из них ученики Владимира Николаевича Золотарева, чей премьер вдохновил на занятия этим видом спорта. Перед началом стартов вдова спортсмена обратилась к участникам с приветственным словом. Мы собрались в шестой раз. И что удивительно, народ прибывает и прибывает к этому соревнованию. Я просто, конечно, очень довольна. Спасибо вам большое. Ну и спасибо за память. Зимние соревнования традиционно сложные. Скользкая и заснеженная трасса непредсказуема на каждом повороте. Настоящий экстрим признается звезда мотокросса, видновчанин из клуба «Юность» Тимофей Рукавишников. Сегодня, как и практически всегда, ему удалось быть в числе первых. Нужна резина новая. А качество спортсмена? И качество спортсмена тоже надо тренироваться побольше. И вот. Ну все зависит от самого спортсмена и от тренировок. Соперник Тимофей, но только на трассе. А в жизни настоящий друг Ярослав Ольшанников также много лет занимается в юности. Молодой человек из династии мотокроссменов. Отец посадил его на байк в 4 года. Сейчас парню 17 и за плечами множество побед. Но еще больше их впереди. Полюбил сильно и все. Не могу больше ничем заниматься. Только мы так рос в душе. Надеюсь, получится. Думаю, получится стать чемпионом. Сегодняшние соревнования одни из многих, что запланированы в сезоне 2023 на трассе «Казачий дозор». За последнее время организаторы проделали здесь большую работу. Так что и спортсменов, и зрителей ждет много хороших новостей. Мы сертифицировали трассу. Теперь здесь ежегодно проводятся чемпионаты регионального масштаба уже по питбайку, мотокроссу. И в этом году наших зрителей ждут гораздо больше гонок, интересных событий. В том числе мы планируем летом провести хороший такой автомотофестиваль в три дня с концертами. Так что ждем всех на нашу трассу. Екатерина Коваленко, Даниил Свидерский, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.